Приветствую вас на своем канале, меня зовут дядя Митя и я сегодня в этом замечательном месте в Дивногоре и позвольте мне сегодня побыть вашим гидом Это место для активного отдыха, ведь именно здесь всем будет интересно каждый человек найдет что-то для себя кто-то заинтересуется уникальной природой этого места а кто-то проникнется историей но никто не останется равнодушным при виде величественных больших див которые встречают каждого туриста Добраться сюда можно на личном автомобиле а также по железной дороге и туристическими автобусами Рядом с музеем-заповедником располагаются города Лиски, Острогорш и Росош Это первая смотровая площадка, на которую вы поднимаетесь Отсюда открывается просто восхитительный вид на заливные луга также реку Дон и неподалеку находится тихая сосна но ее отсюда не особо видно но вид просто потрясающий а также здесь находится пещерный комплекс построенный в 17 веке Хочу вас пригласить дальше подняться по этим ступеням выше и посмотреть на эти дивы уже вблизи Миловые горы впечатляет но самая интересная достопримечательность Дневногория пещерные комплексы именно они привлекают особое внимание туристов понимаешь это когда входишь в катакомбы самой церкви и задумаешься над тем когда-то здесь велись службы и монахи жили в этом холоде наиболее крупным является двухъярусный храм сицилийской иконы Божьей Матери в больших дивах первый ярус это непосредственно церковь а второй подсобные и хозяйственные помещения мы находимся на второй смотровой площадке где находится второй этаж пещерного монастыря где находилась раньше икона Божьей Матери Сицилийской который исцелил людей от чумы в одном из кораблей была Екатерина которую он сделал с собой Екатерине приснился сон что она увидела женщину у которой в руках были лилии ни в одной иконе в нашей местности нет иконы где бы была женщина с лилией а в это время как раз вы говорите была чума и когда челны остановились возле Дона вот в этот район она поднялась и увидела значит эту икону вот именно где-то либо в самом Девногории либо вот в этих больших дивах с этих пор эту икону нарисовали нигде нет женщины которая держит в руках раскрытые лилии вот поэтому ее и назвали Сицилийской Божьей Матушкой но сейчас в нашем храме Владимировском и в храме Рождественском есть прототип этой иконы где женщина вот именно находит и в руках эти лилии держит вот и там 6 по-моему святых ее оберегают и она стала называться Сицилийская-Девногорская то есть ее нашли здесь в Девногории потом значит сделали копии и сейчас ей поклоняются это все что я знаю я спасибо в 19 веке храм посещали тысячи паломников благослужения были прекращены лишь в 30-х годов 20 века позже он был сильно разрушен сейчас можно увидеть в стенах храма меловые кирпичи хотя первоначально церковь была вырублена в меловой горе общая протяженность пещерного комплекса составляет 300 метров попасть внутрь можно только с экскурсии но и не посещая сам храм стоит сюда приехать поверьте это очень красиво подымаясь по этой лестнице открывается завораживающий вид своим превосходством и чистотой тишина, спокойствие, мировоззнание супер Девногория это музей-заповедник под открытым небом Воронежской области местные жители называют находящиеся здесь необычным видом меловые столбы дивами отсюда и пошло название самого заповедника меловые отложения местами выходят на поверхность земли образуя причудливые формы точное происхождение которых до сих пор остается загадкой предположительно это результат разрушения меловых массивов множественных трещин привели к осыпанию пород и особенно крупных блоков которые принимали разнообразные формы к сожалению до наших дней сохранилась лишь только малая часть этих творений природы и в этом виноват сам человек множество столбов было взорвано во время Великой Отечественной войны часть уничтожили при строительстве железнодорожной ветки поднявшись на самый верх Девногорского заповедника вы можете с высоты птичьего полета увидеть всю эту красоту Девногория будет интересна не только любителям истории и архитектуры это уникальная природа, сохранившая реликвовые растения ландшафт, чередующий возвышением и оврагами нетипичная для области сухой и жаркий климат очень удивительна природа создания этих меловых гор в меловой период мезозойской эры на территории Воронежской области находилось море на его дне и возникли меловые отложения часть из которых сохранилась и до наших дней при раскопке здесь были найдены останки древних морских животных моллюсков и даже акул самое лучшее время для посещения этого заповедника это начало лета, июнь например когда вы можете приехать и посмотреть как все цветет и благоухает а также здесь находятся растения, занесенные в Красную книгу также этот край богат историческими событиями по официальным данным, пещерные церкви создавались в 12 веке для того, чтобы надежнее укрывать от набегов татар однако, по легенде, греческие монахи пришли на Русь спасаясь от последователей католиков собой у них была икона с сицилийской Божьей Матери которая вознеслась на меловой столб где и была вырыта церковь в средневековье Диногорье являлась окраиной могущественного Хазарского Каганата Маяцкая крепость, замок наместника Каганата была величественным архитектурным сооружением со стенами высотой до 6 метров и глубиной рвом до 3,5 метров однако, до наших дней сохранились только валы по периметру площади прогуливаясь по этим дорожкам, встречают несколько смотровых площадок а рядом с одной находится Маяцкая крепость но она сейчас законсервирована для будущих потомков могут потом восстановить а также здесь вы можете ознакомиться с ее историей на этих депрадиционных щитах расскажем, что здесь был Хазарский Каганат также здесь реконструкция Маяцкая крепость ну, как мы видим, реконструкции никакой нету почему-то до сих пор не происходит а также здесь нарисовано, как она была и как она выглядела ходите сюда, посмотрите, пожалуйста вот здесь можете ознакомиться с этой информацией к 17 веку Воронежский край постепенно стал частью древнерусского государства здесь появились первые украинские переселенцы черкассы возникали и разрастались поселения вдоль реки Дон в то же время создавались пещеры и храмы в советское время часть из них использовалась как зона отдыха часть просто осталась бесхозной первые шаги к созданию музея были сделаны лишь в конце 80-х годов 20 века когда были проведены раскопки и принято решение о создании комплекса памятников Дивногория с 2016 года заповедник является объектом культурного наследия федерального значения и ведется работа по включению его в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО со следующего стенда мы можем понять что здесь было раньше найдено, раскопано здесь были вот вазы, да они отвезены сейчас в музей Воронежской области где можно посмотреть и в Костенку и также можно посмотреть в Острогорском музее и в краеведческих других музеях города Воронежа или Воронежской области здесь у нас покажем то что были раньше как они выглядели можно ознакомиться и также были котлованы, постройки все доходчиво, понятно и информативно самое главное еще одним удивительным природным объектом является Дивногория каньон Крутой овраг со стенами в виде меловой кремни это излюбленное место степных гадюк в жару они прячутся в глубине оврага а в холоде выползают погреться на его склоны рекомендуется наблюдать эту природную достопримечательность со стороны прогулки по каньону могут быть опасными благодаря рельефу в Дивногории представлено большое разнообразие растений рядом произрастают степные, лесные более 700 цветовых видов кольцевидных растений живущих в меловых отложениях обычно все эти разновидности нельзя встретить настолько близко друг к другу с этого щита мы можем увидеть какие здесь бывают животные здесь можно взять жуко-олень например очень интересный такой жук который летает змеи, поэтому нельзя сворачивать стропинок это очень опасно и для вашей жизни и также для жизни млекопитающих животных жучков паучков не сходите с стропинки а здесь мы видим какие здесь растут растения дивные в Дивногории здесь разнообразно вот осока низкая вот ковыль перистый которые окружают нас здесь со всех сторон пойдемте дальше посмотрим что здесь детство земли эффективная экспозиция включает в себя как реальные геологические находки так и 3d модели под открытым небом посетителям расскажут о том как Дивногории сформировалась таким как мы видим его сейчас мы находимся в экспозиционном парке где представлены камни разных пород образованные вулканом либо каким-то другим способом вы можете ознакомиться здесь и посмотреть есть возле камня своя табличка экспозиция иллюстрирует геологические и палеонтологические явления и процессы как становился современный ландшафт музея заповедника дистанция отделяющая настоящая от этапов создания форм описываемых в экспозиции это океан и время оригинальность экспозиционного решения заключается в частности в расположении экспонатов фигурные резко стали отражая многообразие жизненных форм заповедник ее развит туристический сервис открыты кемпинг гостиница проводятся экскурсии тематические мероприятия для детей и взрослых всем советую посетить это место это дивный край можно взять здесь несколько экскурсий для того чтобы ознакомиться с историей всем кому понравилось мое видео не забывайте подписываться на меня меня зовут дядя Митя всем удачи и пока